ВОЗДУШЕ ТРЕВОГИ Сегодня воскресенье Главное управление разведки Украины опубликовало очень важную информацию. Из нее становится понятно, что все последние сообщения о том, что якобы Приднестровская Народная Республика на внеочередном съезде депутатов Приднестровья собирается принять воззвание о присоединении к Российской Федерации. Это все фейки и инсинуации. Никаких воззваний и обращений приниматься не будет. По информации, которая была опубликована ранее, обращение о принятии Приднестровья в состав Российской Федерации планировалось принять 26 февраля в понедельник. Ну что ж, это уже завтра, и мы с вами скоро все узнаем, случится это или нет. Как говорится на Аллаха, надейся, а верблюда привязывай. В западных регионах Украины мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещено находиться вблизи границы без специального пропуска. Это случилось потому, что в последнее время участились случаи незаконного пересечения границы мужчин призывного возраста. Недавно там вообще хотели сделать 5 и 30 километровую санитарную зону, где запрещено будет находиться мужчинам призывного возраста, исключение только для тех, кто там проживает и кто там работает. Сегодня Кирилл Буданов, руководитель главного управления разведки Украины, сделал важное заявление. Дальше прямая речь. Я не рекомендовал бы гражданскому населению в ближайшее время пользоваться Крымским мостом. Сегодня в Одессе переменная облачность без осадков, температура 5-10 градусов тепла. К сожалению, на море сильный шторм и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok